Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Дуглас Фэрбэнкс, Эрл Флинн, а у нас доступ к реальным пиратам Девушки отдыхают 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 И всё. И поторопись. А то и ты начнёшь меня бесить. Ух ты. Эта штука изменит мир. Дверь закрыта? Не проблема. Моя привилегия – первый уровень доступа. Он есть и у тебя. Не злоупотребляй. Логинься. Расскажу, что делать. Так. Подобраться к данным надо в обход ядра. Когда получится, твой коммуникатор скачает всё автоматически. Надо как-то обойти ядро, чтобы подобраться к данным. Дверь. Дверь. Продолжение следует... Взлом удался. Супер. Файл загружается. Я создал базу данных для всех файлов от тебя. Просто найди в коммуникаторе папку «Мои файлы». Все, что ты загружаешь, можно будет найти здесь. Под защитой, конечно. 23 декабря 2012. Группа изъятия образцов Fisher Case. Рапорт. Объект 17. Desmond Miles. Объект был мертв. Время смерти примерно час 07. Условия благоприятны для взятия образцов ДНК. Изначально у нас были сомнения в безопасности зала, но благодаря знаниям и навыкам группы мы смогли взять ценный материал. Я лично реквизировал рюкзак объекта и после тщательного осмотра извлек ряд предметов для всестороннего анализа. На правой кисти объекта ожоги высокой степени. Кость обуглена, что указывает на спонтанное воздействие высоких температур. Если честно, такое мы видим впервые. Голова, шея и торс остались нетронутыми. Я лично выбрал агентов для изъятия образцов крови и слюны. Затем мы начали извлекать материал и сумели сохранить несколько хороших образцов. Мы уже начали анализ и сортировку данных, которые идут исключительно легко. Благодаря облачной базе данных и третьей группе изъятия образцов Абстерго, Объект 17 продолжит существование как Образец 17. Правляешься лучше, чем я ожидал. Теперь давай в холл, не дуби. Кстати, не рекомендую смотреть скачанный файлик. Можешь, но тебе не понравится. Когда передашь, сделаем вид, что ничего не было. Ладно? А не то тебя совесть замучает. В общем, курьер должен ждать внизу. Кстати, оно давно там стоит. Надеюсь, ты понимаешь, если умеешь ломать компы коллег, Еще не значит, что нужно это делать. Хотя бы не каждый день, а? Я серьезно, это незаконно, так что не дыри. Если можешь, конечно. Слушай, я так долго не протянул. Не работа, а черт-те что. Ну, у тебя кофе гадкий, тебе есть куда расти. Чего? Нет, 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 нет. Я все делал точно по рецепту. Смотри, кто здесь. Значит, встреча все-таки в силе. Просто ты хамло. Бедная Ребекка тут уже полчаса торчит. А ну, тихо, не хами. Извини его, кофеин в мозг ударил. Ну, как поступим? Трансфер. Супер, получила. Чек тебе пришлем. До скорого. Пока, Шон. Пока, Чао. Только попроси еще бесплатный кофе. Нахалка. Классная, да? Эй, мне сказали, что курьер уже в пути. Отлично, ты просто чудо. Нет, 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 это перебор. Ты вовсе не чудо. Ты сотрудник. На работе. Но спасибо за помощь. В общем, спасибо. Приятного пиратства. Техслужба на второй этаж. Проект образец 17. Эй, ты куда, на рынок? Нет, я... Родители попросили вернуться. И я хочу к ним. Что значит вернуться? Ты живешь со мной? Прости, Эдвард, но отец прав. На ферме тебе достойно платили. Почему тебе не по душе такая жизнь? Со мной. Достойно? Да это был чистой воды грабеж. Хочешь всю жизнь быть женой крестьянина? Ладно, Эдвард. Ладно. Если ты уйдешь, то никогда не узнаешь, что нас ждет. Каролайн. Каролайн! Кит. Вставай, Кенуэй. Тетч, здесь? Ушел на Галеоне утром. Считает, что здесь в бухте мы можем и сами управиться. Да, здесь можно развернуться. Держать флот, например. А если привести в порядок, так и поселиться можно. Возможно, уговорю жену приехать. А ты женат, да? Перед Богом, да. Жена ушла от меня. Все равно, не болтай об этом. Пираты не уважают тех, кто верен чему-то, кроме Рома и разбоя. Клянусь честью. Найдешь, что дай знать. Субтитры сделал DimaTorzok. Эдвард, сюда! Я кое-что нашел. Ты должен видеть. Ну же, сюда! Странные вещи, да? Время безжалостно. Может, наследие майя? Или ацтеков? С загадками дружишь? Или, скажем, с головоломками? Не хуже других, а что? Я думаю, что у тебя есть дар. Твои суждения и твое понимание мира. Вот уж не знаю. Ты говоришь загадками, я тебя не понимаю. Эдвард, полезай наверх.